Всем привет! Вы на канале группы компании CAREX. И сегодня я хочу вам рассказать о очень популярном устройстве для уборки дома, которое значительно упрощает процесс чистки. Это парочтитель модель KERHER SC2. При слове KERHER у обычного человека, обывателя, во главе сразу всплывает мойка машин, аппараты высокого давления, промышленные аппараты. Но немногие знают, что спектр аппаратов KERHER гораздо более обширный. И есть отдельная линейка для дома, так называемых бытовых устройств. Так вот, парочиститель. Предельно простое устройство. Пластиковый корпус, алюминиевый котел и вода. Вода обычная водопроводная, которую вы наливаете в котел. Он ее разогревает до состояния пара. И с помощью различных насадок вы можете чистить разные поверхности. Изначально аппарат создавался для мойки твердых поверхностей, таких как кафель, сместители, стекла, столешницы. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что также он прекрасно справляется с ковровыми покрытиями. Можно использовать насадки по уходу за текстилем. Есть отдельные аппараты, которые позволяют вам гладить. Сегодня, в частности, модель SC2, на мой взгляд, это очень хорошее соотношение стоимости и возможностей. Аппарат один из самых недорогих. Но в отличие от самых маленьких аппаратов, которые являются ручными, у него есть ряд очевидных преимуществ. Первое и основное, это, конечно, объем воды, который в него помещается. В младших моделях SC2 там объем котла всего лишь 200 мл. Здесь объем котла достигает 1 литра воды. Соответственно, при работе хватает данной воды в реальных условиях порядка где-то 15 минут. Расход воды идет 100 грамм в минуту. И если, конечно, взять курок и зажать, то весь пар у вас закончится через 10 минут. Но, как правило, вся уборка совмещается с тряпочками, с микроволоконными обтяжками. Где-то вы помыли, где-то вы что-то протерли, где-то вы воспользуетесь каким-то другим, допустим, средством. И суммарно, как я уже сказал, где-то в средние минут 15 его будет хватать. Второе, несомненное преимущество, это длинный шланг на подачу пара. Вы не держите аппарат в руках, вы пользуетесь просто легким пистолетом, на котором есть регулировка интенсивности пара, есть защита от случайной блокировки. И все насадки надеваете вы непосредственно на сам пистолет. Насадок в комплекте несколько. Первая основная, это маленькая вот такая насадка, так называемая точечное сопло. Надевать вы можете либо непосредственно на пистолет, либо использовать удлинительные трубки. И сюда в комплекте идет маленькая точечная щетка, жесткая жаростойка щетиной. Подойдет для уборки межпыточных швов, для мойки, для сместителей. Ну, какой-то точечной уборкой, где большими насадками нет возможности подобраться, а грязь надо выгонять из трудноступных мест. Так вот, одно из лучших будет решений. Щетка в комплекте одна, отдельно продаются они наборами. Отдельно наборами идут разных цветов, чтобы вы могли различать по зонам, какая у вас щетка для ванны, какая для туалета, чтобы, так скажем, не было перекрестного загрязнения. Точечное сопло. Вторая насадка, так называемая, ручная. Она уже идет по размеру больше. Здесь по периметру также идет жесткая жаростойкая щетина. И вот в таком варианте хорошо она подойдет, если где-то что-то надо потереть. Если, допустим, у вас есть на кафельной плитке, на фартуке вокруг плиты, какой-то засохший жир, к примеру, вот опять же идет подвод пары, идет высокая температура, плюс вы можете оказывать механическое воздействие. Все очень хорошо будет очищаться. И вот как, скажем, пользователь сам парочистителя, могу сказать, что прекрасно можно обработать им ковры, почистить, пособирать волосы. Чуть позже я вам покажу, как он с этим будет справляться. В принципе, тот же самый. Надеваете, защёлкиваете, пользуетесь. В комплекте идет вот такая микроволагонная обтяжка. У нас она уже немножко грязненькая, мы ее здесь уже потестировали. Она стирается в стиральной машине, можно докупать также наборами. Она надевается на ручную насадку. И вы уже можете пройти по коврам. Допустим, если у вас будут отдельные комплекты этих тряпочек, вы можете одни использовать для ковров, вторые оставить для мойки кафельной плитки, третий для мойки старешницы, допустим. Наборы крайне необходимы. В комплекте тряпочка идет одна. И насадка основная для мойки пола. Это вот такая вот насадка. Кстати, при выборе модели, если вы будете видеть модели с префиксом EasyFix, это будет говорить о том, что модель уже свежая. Она идет с 2018 года. И насадка напольная, она идет на липучках. Здесь нет уже карманов, здесь нет никаких уже фиксаторов, которые надо зажимать. Вы просто бросаете тряпку на пол, прислоняете насадку напольную, и все, она зафиксирована, можно мыть. Аппарат греет воду за 6,5 минут. Мы предварительно уже ее залили. То есть никаких здесь включателей нет, все предельно просто. Налили воды, закрыли предохранительный клапан, включили аппарат в сеть. Во время нагрева лампочка, индикатор будет мигать. Когда индикатор гаснет, аппарат готов, вы можете работать. Клапан, как я уже сказал, предохранительный, соответственно, при запирании и включении аппарата в сеть, он закрывается. И в тот момент, когда вы работаете, открыть его будет невозможно. Потому что он будет вращаться, но фактически он не откроется. Все это сделано во избежание того, чтобы вы не ошпарились. Аппарат готов. При первом нажатии на курок пистолета возможен выброс воды, которая сконденсировала в шланге. В данном случае ее немного, потому что мы только аппарат включили. Ну и вот здесь есть регулировка подачи пара, максимальное значение, среднее и защита от включения на нажатие. Пошел пар. Получается так называемая пара швабра. Только в отличие от многих конкурирующих фирм, давление здесь 3,2 бара, значительно лучше температура и значительно удобнее на поле насадка. Подходит для мытья ринолина, для мытья капеля. И вот многие клиенты спрашивают, можно ли мыть ламинат. Так вот, если прочесть инструкцию, то, конечно, с ламинатом есть некие ограничения, так как ламинат бывает разного качества. Но по многим годам работы могу вам сказать, что если у вас ламинат влагостойкий, если хорошо он у вас уложен, если у вас нет стыков, щелей, и вы, скажем так, в здравом уме и понимаете, что высокая температура может его повредить, мыть можно, но ставьте значение пара на среднее значение. И не надо постоянно, когда вы моете, сжать, чтобы постоянно было воздействие высокой температуры. Вы можете просто порвать насадку по верхности, распарить ее, без подачи пара протирать. Тогда проблем не будет. И, опять же, парочтитель в любом случае, в сравнении даже с обычной шваброй, будет оставлять значительно меньше воды. Поэтому все будет зависеть от качества напольного покрытия, которое в вашей квартире. Когда меняете насадку, обязательно ставьте блокировку во избежание случайного нажатия. Все, отсоединяем напольную насадку. Надеваем точечное сопло. Не уверен, что камера все это передаст, но подача пара, жесткая щетина. И идеальное вычищение межплиточных швов. Как я уже говорил, к примеру, какие-то, может быть, регуляторы на печке, какие-то стыки. Особенно хорошо себя проявляют в труднодоступных местах. Там, где нет возможности подобраться тряпка, где нет возможности подобраться рукой. Все это за счет давления, за счет высокой температуры и высокой проникающей струи пары. Все это будет прекрасно вычищаться. Давайте я вам покажу, как можно почистить ковры. Желательно предварительно их пропылесосить. Вот наш ковер, который лежит на входной зоне, уже достаточно затопленный, уже начинает выцветать. Но можно очень просто его освежить. Потому что вы соединяете две трубки, надеваете маленькую насадку с жесткой щетиной и начинаете просто, скажем так, пропаривать. Соответственно, вы пропылесосили, прошли сверху пара очистителем. Можно надеть микроволоконную обтяжку. И сверху пройтись по ковру. Можете обратить внимание, в сравнении с моющим пылесосом влади остается значительно меньше. Ковер будет сухим где-то уже через 15-20 минут. Но опять же, все будет зависеть от длины ворса. Но не в пример быстрее, чем моющий пылесос. Из плюсов можно отнести то, что я использую только воду. Никаких моющих средств. Соответственно, за счет высокой температуры идет антибактериальная обработка. В случае, допустим, с чисткой ковров за счет высокой проникающей способности пара вся грязь поднимается наверх ковра. Если у вас, опять же, вопрос стоит сбора волос, шерсти, все это будет прекрасно собираться. Все волосы, шерсти, все будут оставаться на вот этой ручной насадке. И чистится она значительно проще, чем, скажем, различные щетки, которые бывают у пылесосов. Поэтому плюсов масса. Некоторые могут отметить минус, что он ничего не всасывает. На это я могу вам ответить, что у Керхер есть модель пара пылесоса, которая имеет функцию и нанесения, и сбора грязного мусора. Но в копилку плюсов пара очтителя хотелось бы, конечно, отнести его мобильность. Он предельно легкий, массово порядка 3 килограммов. У него длинный шланг, у него все миниатюрные насадки, которые позволят вам в любые необходимые места подобраться. Единственное, в регионах с жесткой водой, к примеру, рекомендуется смешивать воду 50 на 50 с дистилатом. Если в вашем регионе вода мягкая, как наша, можете просто наливать воду из фильтра, чтобы избежать попадания каких-то крупных чисток в котел, чтобы все это не привело к поломке. Но даже в данном случае Керхер предусмотрел такое средство, как антинакипин. Рекомендуется после каждой 8 чисток разбавлять его с водой, просто промывать котел во избежание образования накипи, чтобы аппарат служил верой и правдой долгие годы. Аппарат собирается исключительно в Германии. Ресурс, который заложен производителем на данный аппарат, это 10 лет. Поэтому видео в интернете уже великое множество. И, как правило, все отзывы положительные. Тут, опять же, главное, правильный подход к пользованию аппаратом никаких сложностей не будет. Более подробную информацию смотрите на нашем сайте karex.ru А на этом всем спасибо за внимание. Всем пока!